Народ, всем привет! С вами, как всегда, я, Литию Мастер и ваши говорящие за кадром руки. И сегодня у нас обзор литий-железо-фосфатного аккумулятора. Я думаю, вы догадались какого, судя по превьюшке на видео, но не совсем обычного. А что же здесь необычного, спросите вы? В общем-то, обычные аккумуляторы, как и остальные мои другие. Но наиболее внимательные зрители, я думаю, уже догадались, в чем же здесь отличие. А если все-таки нет, то давайте рядышком поставим еще один такой же аккумулятор. Теперь, я думаю, всем наглядно видно отличие этих аккумуляторов. Не пугайтесь внешнего вида этого аккумулятора. Этому аккумулятору уже три года. Он эксплуатируется в самых нещадных условиях на удаленном объекте, питая видеонаблюдение этого объекта. Поэтому к внешнему виду не придирайтесь, бедолага страдает как может, при этом все еще живой спустя три года. Отличие, в общем-то, вот в чем. Это аккумулятор на 100 Ач, который постоянно я изготавливаю, который часто у меня бывает в наличии. А это аккумулятор на 130 Ач. Эти аккумуляторы абсолютные, братья-близнецы, по техническим характеристикам, по применяемым элементам, по схемотехнике, по корпусам. То есть, по всему. За исключением того, что здесь 130 Ач элементы Каттл, здесь 100 Ач. Ну, фактическая емкость, как я указываю в объявлении, у этого аккумулятора 92-94 Ач в этом диапазоне. Здесь 130 Ач, полный 130 Ач, даже при токе разряда в 40 Ач. Фактическая емкость в диапазоне от 129 до 131, даже иногда 132 Ач при таких больших токах. При токах меньше 40 Ач, еще более 130 Ач вы с него получите. Аккумуляторы отличаются по габаритам. Ну, вы видите, наглядно, это аккумулятор выше этого на 2 см. По длине этот ширина 6 см, и по толщине между ними разница ровно 1 см. То есть, сантиметр, 2 см, 6 см. Полные размеры, внешние размеры корпуса 380 на 260 на 120 мм. Размеры абсолютно точные. Давно вы меня просили собрать такой аккумулятор. В общем-то, 100 Ач, как показывает практика, большинству потребителей хватает более чем. Даже при довольно мощных моторах в 55 ЛБС. Но некоторым людям все-таки хочется чуть-чуть побольше емкости. Пожалуйста, для вас такой вот аккумулятор. Этот аккумулятор я впервые собираю в таком габарите. В такой емкости в основном у меня до 100 ампер часов идут аккумуляторы. Поэтому спешите приобрести, если хотите. Когда я буду такие аккумуляторы изготавливать в следующий раз? Да бог его знает на самом деле. Учитывая ситуацию в мире, учитывая коронавирус, сложности с поставками, закрытые границы и т.д. и т.п. Скачущий курс доллара. Реально пес его знает. В каких модификациях может изготавливаться этот аккумулятор? Ну, во-первых, если вы хотите вообще посмотреть полностью про такой аккумулятор, что он себя представляет, его характеристики, то переходите вот по этому видео, и там будет обзор именно аккумулятора на 100 ампер часов. Этот аккумулятор точно такой же, поэтому нет смысла делать опять второй обзор о том же самое. Я просто расскажу, какие дополнительные плюшки можно установить в этот аккумулятор. Ну, помимо того, что можно поставить влагозащищенную плату защиты, как я уже всегда говорю, и доплата за нее довольно-таки небольшая получается. Поэтому, если вы будете использовать аккумулятор на открытой воде, крайне рекомендую устанавливать такую плату защиты. Так вот, помимо нее, также можно установить сюда либо USB-порт, два USB-порта врезных, я сейчас покажу, например, другого аккумулятора, как это выглядит, либо переходник, точнее, разъем прикуривателя, в который вы уже можете вставить переходник под USB, либо любую нагрузку, которая работает от разъема прикуривателя автомобиля. Вот он, второй вариант аккумулятора, все то же самое, только здесь в уголочек установлен USB-порт. Дело в том, что при предыдущем обзоре, где у меня были черные аккумуляторы, я думаю, многие из вас смотрели этот обзор в полипропиленовых корпусах, людям очень понравилось, что там устанавливаются USB-порты, прям им это очень зашло, очень многие захотели, поэтому по вашим просьбам я теперь такие USB-порты устанавливаю. Хотя предупреждаю сразу, что гораздо логичнее ставить разъем прикуривателя, потому что в разъем прикуривателя вы можете подключить любую нагрузку, в том числе и переходник под USB, а вот в USB-порты вы не сможете подключить нагрузку, которая питается от прикуривателя, поэтому лучше все-таки ставьте именно разъем прикуривателя, прикуриватель мама. Точно такой же порт, точно такая же герметичная заглушка, как и в предыдущем исполнении, еще не так-то просто ее туда вставить на самом деле. Вот, вставляется очень плотно, включается она также через, скоммутирована, то есть через кнопку, включается вместе с вольтметром, когда USB-порт работает, можете видеть, что он светится. Давайте покажу, как выглядит такой же переходничок под прикуриватель. Готового аккумулятора с таким переходником у меня еще нет, но вы можете видеть, что он из себя представляет. Обычный нормальный переходник с блокировкой штекера, который вставляется. Видите, написано, лок-лок, и нарисованы стрелочки. То есть, если вы усиками вставляете в эту сторону, то у вас штекер очень надежно зажимается, крышка герметично закрывается, чтобы влага, не дай бог, не попадала внутрь переходника, но и с обратной стороны, естественно, он прижимается. Неким подобием гаечки. Соответственно, установка в корпус получается полностью герметичная. За это переживать не стоит. Переходник рассчитан на токи до 10 А. USB-порт рассчитан на токи. Один порт 2,1 А. И верхний порт у нас 5 В 1 А тока. При этом нагрузка, подключенная в два порта одновременно, в любом случае не должна превышать 2,1 А. Это максимальный нагруз, который может этот переходничок выдавать. Здесь, конечно же, в обязательном порядке будет помечено, при отгрузке клиенту, какая клемма является плюсовой, какая отрицательной. Потому что, как уже говорил, при установке кузовных шайба мы избавляемся от проблемы откручивания этого узла. Но при этом абсолютно непонятно, что это у нас плюс или минус, если у вас откручен колпачок. Колпачок медный, обратите внимание, это, кстати, латунь. Хотя она кажется, что как будто это железка обычная, фромированная. Нет. Это латунь, которая луженая. Так что здесь все помечается. Здесь, конечно же, наклеивается, как обычно, гарантийная пломба. Ну, в общем, точно такой же аккумулятор, как и 100 Ач. Забыл сказать про вес. Вес этого аккумулятора составляет ровно 13 кг, плюс-минус 200 г. То есть эти 200 г вес скачет, исходя из того, сколько изолирующего материала устанавливается внутри корпуса. Поэтому точно гарантировать, что будет ровно 13 кг, я не могу. Ну, плюс-минус 200 г с такой точностью, без проблем, я вам гарантирую вес. Габарит я уже рассказал. Пару слов о стоимости аккумулятора. Стоит такой аккумулятор на сегодняшний день, на начало ноября 2020 года, в 31 900 рублей. Не пугайтесь, это абсолютно немного. И вот поясню, почему именно это немного. 100 Ач аккумулятор у меня стоит сейчас 24 900 рублей. При этом стоит учитывать, что последнее подорожание такого аккумулятора у меня было в январе 2020 года. То есть прошел уже практически год. Каждый год у меня продукция дорожает в среднем на 10%. Ну, ребят, инфляция плюс доллар еще тут также растет вверх, поэтому что вы хотите. С учетом того, что в этом году доллар вырос очень сильно, то я не гарантирую того, что с 1 января аккумулятор на 100 Ач подорожает всего лишь на 10%. Скорее всего, подорожание будет больше. Но даже если подорожание составит 10%, то цена аккумулятора будет 27 400 рублей. Как вы понимаете, это 10% от 24 900 рублей. 10% в плюс. Получается, этот аккумулятор стоит 31 900 рублей, 100 Ач стоит 27 400. То есть фактическая разница в цене между ними получается 4 500 рублей. Либо в процентах, как понимаете, 15%. При этом учитывайте, что фактическая емкость аккумулятора первого 92 94 Ач, а здесь 130 Ач. То есть ровно на 40% больше. Ну, на 36 Ач. Это 40% от 92 Ач. А фактическая разница в цене всего лишь 15%. То есть доплачивая 15% к цене аккумулятора, вы получаете прирост фактической емкости на уровне 40%. Я думаю, это очень и очень выгодное вложение, как вы понимаете. И не пугайтесь ни габаритов, ни веса. Не настолько сильно они отличаются, чтобы прям отказываться от такого аккумулятора в пользу аккумулятора на 100 Ач. Реально переносится он, с учетом того, что очень удобная выдвижная ручка имеется, переносится без проблем. Но даже какой-нибудь кислотный аккумулятор на 50-60 Ач, от которых многие питают свой электромотор, весит в лучшем случае те же самые 13 кг, если это плохой аккумулятор, а если хороший аккумулятор вплоть до 15-16. Ну и в общем-то они как-то переносятся. Здесь при том же самом весе, даже меньше, чем у нормальной 60-ки, вы получаете разницу фактической емкости более чем в два раза. Поэтому я не считаю, что такой большой вес это проблема. Хотя да, конечно, немножечко тяжеловато, все-таки 13 кг. Но сделать его более легким, к сожалению, не представляется возможно, ввиду того, что используются нормальные призматические элементы. В жестких алюминиевых корпусах показываю еще раз, потому что часто возникает этот вопрос. Многие почему-то боятся, что я использую призматики. Вот у меня здесь есть такая сборочка, которая стоит, балансируется, точнее уже отбалансировалась и готова к установке следующий аккумулятор к следующему клиенту. Можете видеть, что это жесткие алюминиевые корпуса, никакие не пакеты. Элементы катал, фактическая емкость, уже сказал, 129-131 Ач. Эти элементы у меня также продаются. Можете посмотреть на авито в объявлениях, ссылочку могу оставить в описании, либо посмотреть обзор по ним вот здесь, по этой ссылочке, перейдя. Это очень классные элементы с габаритом 18 на 18 на 5, по-моему, сантиметров. Я уже даже не помню, давно на них снимал обзор. Это вот именно те же самые элементы. Также можете зайти, посмотреть на них цену и увидеть, сколько они стоят, и понять, что гораздо выгоднее покупать в корпусном исполнении. Смотрите, ширина получается даже 17 сантиметров, высота тоже 17, даже меньше, чем 18-18. Ну и 5 сантиметров, я так сказал, по-моему, там 49 миллиметров толщина у них получается. Вот 4 таких элемента устанавливаются в этот аккумулятор, и, как понимаете, сделать его меньше и легче невозможно по этой самой причине, потому что довольно-таки большие элементы, хотя они компактны для своей емкости. И запомните раз навсегда, белый корпусной аккумулятор, который я произвожу сам, это очень важно, не я закупаю где-либо, а я произвожу сам. Я никогда не устанавливаю мягкие призматические элементы. У меня всегда идут жесткие катлы, либо раньше были калбы, и другие тоже были производители, но в любом случае не мягкие пакеты. Элементы абсолютно новые, ну, я думаю, тут даже и доказывать нечего. Перемычки медные, лужёные, либо просто медные, в данном случае лужёные, поэтому они стального такого цвета, не жёлтенькие, просто они лужёные. Навьё абсолютно вообще в идеальном состоянии. Сопротивление каждого элемента порядка 0,25 милиома. Ну, там точнее 0,2-0,25 где-то вот в этом диапазоне. Точно, прям с точностью до каждого миллиома, конечно же, я сопротивления не помню. И ещё один момент после выхода предыдущего видео, сколько же я получил сообщений на тему крепкости корпуса. Ребята, смотрите внимательно, я показываю один раз. В предыдущий раз, когда я обозревал аккумулятор в чёрном корпусе, я имел неосторожность ляпнуть, что этот корпус гораздо более крепкий, чем корпус из АБС-пластика. И на самом деле это правда, я от своих слов не отказываюсь. Но я имел в виду, что полипропилен сам по себе более эластичный пластик, и поэтому при серьёзных нагрузках он не колется, он просто мнётся. То есть он гибкий. АБС-пластик таким свойством не обладает, само собой. Никто этого не отрицает. Но посмотрите, эта крышка от этого аккумулятора. Толщина этой крышки... Сейчас я разверну левой рукой. Сами понимаете, измерение то ещё получается. Вот, зажимаю в ноль, как вы видите. Толщина 5 миллиметров. Пол сантиметра толщина крышки. Представляете, пол сантиметра. Я вешу практически центнер. Меня эта крышка, с учётом того, что она пустая внутри, просто крышка, не установленная на корпус, не установленная вот на эти толстые опорные столбы. Выдерживает меня без проблем центнер. Она выдержит 200 килограмм, даже если на неё встать. Единственное, что она не выдержит, это если вы уроните этот аккумулятор со второго этажа. Я спешу вас расстроить. Если вы уроните аккумулятор со второго этажа, будь он из АБС-пластика, либо из полипропилена, ему в любом случае придёт кирдык. Поэтому те люди, которые мне пишут и просят собрать аккумулятор в полипропиленовых корпусах, так как он более прочный, объясните мне, пожалуйста, зачем? Я в основном работаю с АБС-пластиком. И та жёсткость, которую этот тип корпуса, этот тип пластика позволяет получить, она достаточно более чем для нормальной эксплуатации любого аккумулятора. Я за это отвечаю. Теперь второй нюанс по корпусам. Тот корпус предыдущий, полипропиленовый, чёрный, он изначально предназначается просто для инструментов. Это, по сути, инструментальный ящик. Это не противоударный и герметичный корпус, как некоторые продавцы заявляют. Противоударный он только за счёт того, что он мягкий, но он точно не герметичный. Я никогда этого не говорю. Так вот, герметизация у него, ну, довольно-таки условная. Этот же корпус, как вы видите, он изначально соответствует IP68. То есть, если его собрать, проложить уплотнитель полностью по периметру и собрать полностью этот корпус, без отверстий в нём, то он будет отвечать стандарту IP68. Его можно будет погружать на глубину до одного метра, и он абсолютно не будет пропускать воду. Смотрите, какой здесь используется уплотнитель. Мне сложно передать это на камеру, но это не резина. Я не химик, я не могу, к сожалению, сказать, что это за материал, но сколько бы я его не гнул, сколько бы я не пытался его деформировать, ничего подобного с ним не происходит. То есть, будучи установленным в свой пазик, а он туда идеально входит, как вы можете видеть, он обеспечивает идеальную герметизацию двух половинок. И даже когда я разбираю аккумуляторы через год, через два и даже через три, допустим, вот тот аккумулятор, который вы вначале видели, я над ним экспериментирую, часто разбираю, я разбираю и вижу, что уплотнитель даже спустя три года держит свою форму. А это значит, что по периметру крышки будет обеспечиваться полная герметичность спустя довольно-таки продолжительное время, в отличие от тех корпусов, где используется обычная резина, которую в один раз сжали, а на сутки побыла в таком состоянии, и она это состояние запоминает, и все. Демпфирующие свойства вот такой резины, они пропадают, она становится и скруглой, превращается в плоскую. Здесь таких проблем нет абсолютно, поэтому в плане герметичности этот корпус идеальный. В плане прочности тоже. Единственное, что нельзя его ронять с очень больших высот. Вот и все. У полипропилена перед ним никаких особых преимуществ нет, а вот минус в плане водонепроницаемости есть. Так что, если вам нужен такой аккумулятор, обращайтесь по контактам, которые есть по ссылке, она, соответственно, будет в описании. На данный момент, на момент начала ноября записи этого видео, аккумуляторы пока что есть в наличии. Насколько долго их хватит, пес его знает. Когда они будут в следующий раз, пес его знает. БМС, влагозащищенный, пока также есть в наличии. Также есть в наличии зарядное устройство конкретно под эти аккумуляторы. Вот для этого штекера. На честный 10 А зарядного тока. Смотрите, какая у нас заглушечка. Очень мощно там сидит, фиг выдернешь. Стоит зарядное устройство 2500 рублей. Пломба гарантийная обязательно будет наклеена. Конечно же, на аккумулятор предоставляется год безусловной гарантии. То есть, если он у вас выйдет из строя без вмешательства извне, по причинам, которые от вас не зависят, там сломается БМС сама по себе. Либо элементы, не дай бог, выйдут из строя. Ремонт для вас, конечно же, будет абсолютно бесплатный. Такой вот прекрасный аккумулятор получился. Цена на него, я считаю, вполне адекватная, потому что на рынке за такую емкость предложений нет от слова совсем. За ручку, кстати, тоже не переживайте. Я не могу просто одной рукой сейчас потрясти, показать вам, насколько она надежная. У некоторых людей возникали сомнения, что она 13 килограмм выдержит. Но я его трясу, как только могу. Выдрать ее невозможно, поверьте. То есть, сидит она на четырех точках крепления, поэтому она сидит намертво. Вот и все, наверное, что хотел бы сказать на сегодня. Пишите, звоните. Всем буду рад. Всем удачи. Всем пока. А это я дописываю специально для тех, кто думает, что он сейчас не купит этот аккумулятор, а купит перед сезоном, тогда, когда ему будет удобно. Ребята, ну, во-первых, посмотрите в начале вот это видео. Очень рекомендую посмотреть. Можете не все видео целиком посмотреть, а в конце, где я рассуждаю про то, что к сезону таких аккумуляторов не бывает в продаже ни у кого, от слова совсем. Если их осенью еще можно приобрести, то весной их нет. Ни за какие деньги вы их просто не купите. У всех нормальных сборщиков в это время огромная на несколько месяцев вперед расписанная очередь. В том году я снимал точно такое же видео и говорил, в октябре я его снимал, я до сих пор помню, и говорил, что, ребята, пока не сезон, пока нету подорожания, покупайте аккумуляторы. Они еще продавались у меня по 22 400 рублей. Немногие тогда прислушались к моему совету, к сожалению, и попытались все равно купить аккумулятор уже по 24 900 рублей, то есть дороже на 2500, ближе к началу сезона, то есть март, апрель, там даже вторая половина апреля. Но уже тогда даже за 25 000 рублей этих аккумуляторов у меня не было. И я как в воду глядел, когда записывал это видео, потому что в марте у нас 2020 года грянул что? Правильно, карантин, коронавирус, передвижение запрещено, все ездят по пропускам, на улицу вообще нельзя, транспортные компании встали, логистика встала, встало все. В общем-то, с того времени не сильно-то все нормализовалось, но сейчас хоть как-то все более-менее работает. Что там будет весной сейчас, неизвестно. Какой курс доллара будет, неизвестно. Что будет с поставками, неизвестно. Вообще ничего неизвестно. И с учетом того, что и так-то аккумуляторов к сезону не бывает в нормальное время, то если что-то пойдет не так, как в марте 2020 года, то их гарантированно не будет в наличии никакой емкости, ни по какой цене, вообще не будет. Даже не обращайтесь и не просите, нету. Поэтому сразу говорю, берите, пока есть. И говорю, не для того, чтобы продать его, потому что они улетают, как горячие пирожки, и в этом нет никакого смысла. Просто жалко тех, кто постоянно пытается затариться себе питанием перед сезоном, слезно просит продать им аккумулятор хоть где-нибудь, хоть один, хоть кого-нибудь посоветовать, чтобы ему его собрали. Но, к сожалению, это невозможно. Надеюсь, со второго раза вы меня услышали. Ну, а если нет, ну что ж поделать. На нет и суда нет. Теперь точно пока.